Сорю, небесный, утешителю души истины, И житель, с детцы, и вся исполняй, Сотровище, плавивый, жизнь и полнателю, И житель, с детцы, и вся исполняй, И спаси блажен, души истины, Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дорога к храму» и с вами ее ведущий, священник Михаил Попов. Традиционно в начале нашей передачи мы переходим к рубрике новостей видовского благочения. Одним из главных праздников православной церкви является крещение Господне или Богоявление. В этот день Господь наш Иисус Христос крестился на Иордане от пророка Божия Иоанна Претечи. Вспоминая это событие, традиционно в ночь на 19 января православные христиане совершают купания в освященных водоемах или купелях, еще иногда их называют Иорданами. Вот на одном таком месте в деревне Калиновке побывала наша съемочная группа. События жизни Христа отразились в праздновании дня Его крещения. Согласно Евангелию, в этот день в реке Иордан Христос принял веру. Теперь каждый год верующие могут погрузиться в освященные воды, таким образом следуя действиям Сына Божьего. Прежде чем спускаться в воду, необходимо желательно побывать на богослужении, помолиться в этот день. Также желательно подготовиться к исповеди, к причастию. И уже итогом всей этой духовной подготовки, наверное, должно стать погружение в воду. Конечно, неприемлемо погружаться в воду в состояние алкогольного опьянения или не произнося молитвы. Конечно, от такого купания пользы будет немного. Настоятель Иоанна Притеченского храма в деревне Калиновка отец Виктор провел службу для прихожан. Сегодня мы освящаем воду. Вода является основой жизни всякого живого организма. Каждый из нас состоит из воды. Без воды человек не может долго прожить. И вот в эту святую ночь вода приобретает особую силу, которая способна и демонов прогонять, и исцелять тяжелые болезни, и помогать нам в трудностях житейских. Крестный ход направился к пруду около храма, где была вырублена прорубь – Иордань. После освящения воды каждый пришедший мог окунуться в нее. В эту ночь температура на улице была около нуля. Так называемые крещенские морозы отступили. Однако, по словам сотрудников полиции, это только осложнило ситуацию. Пытаемся объяснить гражданам, чтобы весь народ толпой не лез на лед, просто лед слабенький, нынче тепло, трескается. Когда мороз-то купаться-то получше, и не мерзнешь, искупался, вышел, холодец по телу пробегает. Кроме контроля над тонким льдом, сотрудникам полиции необходимо было следить за состоянием купающихся, так как пьяным выходить на лед крайне опасно. Но таковых в этот вечер замечено не было. В целом праздничная атмосфера чувствовалась на протяжении всего времени купаний. Люди признавались, что ощущение после воды передать словами просто невозможно. Я не знаю, как передать, когда с головой кунаешься, как будто в голове все теряется. Как заново родился. Да, да, да. Ты на самом крещеный, и вот обязательно поддерживаю этот праздник. Каждый год? Каждый год. Среди прихожан в этот вечер были люди, которые первый раз пришли на купание. Вообще первый раз в этом году. А почему решили? Да вот решили что-то в жизни поменять. А что изменится, как вам кажется? А мало ли. Слышала об этом как бы раньше, но боялась всегда попробовать это. И вот сейчас решилась что-то тоже попробовать новое. Вот она захотела. Это ее инициатива была не моя. Сказала, мам, давай. Приближение к Богу и укрепление веры – основной смысл купаний в Иордане. Люди избавляются от дурных мыслей, получают облегчение, смывают грехи. В деревне Калиновка только второй год проводятся крещенские омовения. И, как отмечают священнослужители, людей, пришедших на праздник Богоявления, было в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Купания здесь теперь будут традиционными. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. В детской школе искусств города Видно состоялся праздничный концерт, посвященный Православному дню молодежи, который отмечается 15 февраля, в день праздника Среди Господня. Внимание на экран. Всемирный день православной молодежи в Ленинском районе отмечается с 2007 года. В рамках этого праздника в Видно в детской школе искусств прошел концерт, в котором принимали участие разнообразные молодежные коллективы, объединенные одной общей идеей. Все музыканты стараются петь о Боге, о человеческих чувствах, которые благословляются Богом. Мы играем такой фолк-рок на английском языке. В основном это переведенные на английские ирландские молитвы, раннехристианские. Вот очень красивая музыка. Мероприятие направлено на формирование у молодежи интереса к традиционной русской православной церкви. Мы стараемся нести молодежи Слово Божие, стараемся молодежи рассказывать о том, что им интересно, но с позиции церкви, с позиции сердца верующего человека. Исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов вручил почетные грамоты и благодарственные письма клирикам Видновского благочиния и поздравил всех с праздником. Я уверен, что наши дети, когда побывают на таких мероприятиях, у них ёкнет в сердце, сожгется огонек любви, и они все будут счастливы. Я вас всех поздравляю с праздником, дорогие! Ставшие уже традиционными концерты, проводимые в праздник Сретения Господня, собирают большое количество людей. Пришедшие на концерт внимательно с большим интересом слушали музыкантов, повествующих о библейских событиях и песни на стихи ирландских поэтов ранних веков. Сегодня день просто главная молодежь, и я пришла смотреть концерт, которую я очень люблю и которую я очень сильно ждала. Когда я училась в воскресной школе, ежегодно в детской школе искусства приходили какие-то мероприятия, посвященные этому дню. Самое главное – с праздником! Встретим Господним! Спаси нас, Господи, всех! Наталья Буслаева и Адамия Екатерина Чернышова, Видное ТВ Первое воскресенье Великого Поста называется Неделя Православия. В этот день благочинная церковь Видноского округа после литургии совершила чин торжества православия. В Георгиевском храме в городе Видно собралось множество народа. Духовенство и миряне молились о торжестве веры и укреплении ее в своих сердцах. Первое воскресенье Великого Поста церковь празднует как День торжества православия. История этого праздника относит нас вглубь веков. 787 год. Седьмой Вселенский собор. Собор, который собрался в церкви для того, чтобы подтвердить истинность и правильность учения церковного об иконопочитании. Иконоборцы утверждали, что Бога изобразить нельзя. Православные же отцы, защищая предание церкви, ставили почитание икон в теснейшую связь с основами христианства. Иконы для нас не Бог, иконы для нас не идолы, а то, что напоминает нам о Боге. И ту честь, которую мы воздаем пред иконами, пред образами Спасителя, Его Пречистой Матери, Святых Угодников Божиих, то поклонение мы воздаем не доске, не краскам, которыми написана икона, но воздаем тому, кто изображен на этой святой иконе. Праздник торжества православия связан с окончательной победой над ересью иконоборчества, что в течение нескольких веков терзало православный мир. Но не нужно думать, что времена лжеучений прошли и остались в далекой от нас эпохе Вселенских Соборов. Приходилось так в истории церкви, мы это видим, что православие защищается от ересей. И, собственно говоря, вот этот праздник, когда мы празднуем, вспоминаем восстановление иконопочитания Византийской империи в Древней Церкви, это ведь тоже праздник того, что вот эта борьба против церкви, борьба против истин, которые возвращает церковь, она прекратилась. Поэтому, если современные какие-то нападки есть на церковь, церковь не вступает в такую борьбу, что ли, да? Она, скорее, защищается, как может, ну, духом кротости, смирения и любви. В общей молитве вспоминались все те, кто укреплял православную веру в течение многих веков, и те, кто сегодня совершает свое служение и свои подвиги ради веры Христовой. Сегодня в храм пришли люди целыми семьями, ведь этот праздник является очень значимым для всей церковной общины храма. Сегодня мы празднуем торжество православия, нашей истинной веры спасительной, которая ведет нас к спасению, которая просвещает наши сердца, за которую умирали святые угодники Божии, прославляя имя Христа, единство Троицы. Поэтому этот праздник очень значим для меня. Но, конечно, главное духовное оружие в защите истины – это молитва. Люди приходят в храм помолиться, чтобы в оставшиеся дни Великого Поста преуспеть духовным исцелением. Великий Пост – это не только воздержание от пищи. Это не смысл Великого Поста. Смысл Великого Поста – стать немножечко, чуточку хотя бы ближе к Богу, поднять свои глаза от земли на небо. Также человек старается в это время стать к нему ближе, а ближе мы становимся и молитвой, безусловно, молитвой, постом, какими-то очень важными такими духовными практиками, добрыми поступками различными, милостенью. Вера православная укрепляет нас в благочестивой жизни. Наступил Великий Пост. В эти дни каждый из нас своим милосердием, покаянием, добрыми делами должен помочь торжеству веры, торжеству евангельской истины. Елена Бабина, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Дорогие друзья, в рубрике нашей передачи «Из первых уст» мы продолжаем нашу беседу с настоятелем Троицкого храма поселка Измайла Протерея Дмитрия Шпанько. Отец Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, здесь Михаил, здравствуйте, дорогие телезрители. Приветствуем вас в нашей программе. Отец Дмитрий, на прошлой нашей передаче мы говорили с вами о молитве, о ее значении, зачем вообще нужна молитва, что такое индивидуальная и семейная молитва. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о более практическом применении. Часто верующие люди, которые постоянно молятся, сталкиваются с такой проблемой, как автоматическая молитва. Люди произносят слова, но помысл их далеко от молитвы. Рассеиваются помыслы. Святые отцы говорили, что ум нужно держать свой на страже, то бишь помыслы нужно концентрировать на молитве. Как научиться молиться, чтобы мысли не разбегались, и слова не были автоматическими? Ну, это, наверное, самое сложное и самое необходимое, то, что требуется от молитвы. И, конечно, рекомендаций по этому поводу очень много святых отцов. И можно не говорить действительно много и долго, но самое главное, что надо практически стараться исполнять то, что нам рекомендуется. Потому что некоторые, конечно, вот, как вы сказали, уже много лет, допустим, ходят в храм, читают молитвы. Вот. И для них уже многие даже наизусть знают, да. И несмотря на то, что знают многие наизусть, а вроде, с одной стороны, и мне тоже жалуются об этом, ну, как бы, и приходят на исповедь, да, говорят об этом, что вот мы читаем, а мысли куда-то у нас улетают. Вообще, конечно, если человек читает по книжке, даже большая, может быть, сосредоточенность может быть, нежели чем человек читает наизусть. Потому что когда человек читает наизусть, он даже быстрее отвлекается. Вот я знаю, многие уже вот почтенные и старицы, вот, они вот читали вот так вот пальчиком вот водили, вот по слову, и вот старались вот это внимание, такое сосредоточение, несмотря на то, что, может быть, и знали многие молитвы наизусть. Поэтому очень важно, конечно, чтобы наше произнесение в слово молитвы, оно давало какой-то вот и отклик и в наше чувство, в нашем сердце и ум подключалось. Вот это и, в общем-то, то, что мы всегда и просим на каждом таинстве, в исцелении души и тела, чтобы наша целостность была, чтобы мы не было так, что уста произносили одно, сердце, там, так сказать, чувства были другие, а мысли уже вообще где-то третьи, да. Вот это как действительно вот тогда мы будем, как вот фарисеи, да, Господь, как говорит, что приближаются ко мне люди, которые языком своим и чтут меня вот от своего чтения, скажем так, да, а сердце их далеко от меня. Вот чтобы мы не были похожи на таких, вот, конечно, надо себя понуждать, понуждать, нудить, вот, во всем. Видим, что мы, ушла мысль, значит, надо себя вот действительно побыстрее настроить, может быть, вернуться действительно к тому месту, откуда мысль ушла, если мы это заметили, да, и заставить себя еще раз прочитать. И, конечно, вот не только внимание, вот, к этому привлекать, своего ума, к тому, что мы читаем, но и какие-то еще хотелось бы, конечно, чувства сердечные, да, переживания, вот того, что мы читаем, чтобы это было именно, это стало нашей молитвой, вот. Но в любом случае, даже просто про чтение, конечно, оно все равно благотворно, но надо совершенствоваться, да, как нас Господь призвал к совершенству, и в молитве тоже мы будем стараться все вместе совершенствоваться, чтобы молитва эта была приятна Богу, и плоды этой молитвы были у каждого из нас явны. Отец Дмитрий, бывает так, что при потере близкого человека, даже православные верующие люди не знают в первый момент времени, как себя вести, как совершить православное отпевание, как поминать усопшего, как молиться о усопшем, и вообще, зачем нужна молитва об усопшем? Да, конечно, встреча с потерей близкого человека – это всегда стресс, тем более, если человек, скажем так, не ведет такую церковную жизнь, то даже если и ведет, все равно это, скажем так, трагедия бывает в жизни человека, и он не знает, как на нее отреагировать правильно. Мы с вами знаем, что вот монаш, источник, да, они всегда готовятся к этому сроку, исходу из этой временной, временного удела плача, как мы его называем, да, вот, и поэтому для них это радость всегда, да, потому что встречи, с вечностью, встреча с тем бложеством, к которому мы не стремились, как мы надеемся, да, если монах жил смиренно, благочестиво, в послушании, игумен и так далее. А мы, миряне, живущие, так сказать, в миру, вот, обременены больше суетой всякой, вокруг нас много всяких проблем, забот, и вот, и когда, тем более внезапно бывает такая смерть близкого человека, мы как бы врасплох застаемся и не знаем, что делать. Вот, ну, конечно, посоветовать, прежде всего, это прийти в храм, да, не растеряться человеку, прийти в храм, поговорить со священнослужителем, который, я думаю, даст те, скажем так, советы, как поступить в данной ситуации, потому что сейчас вот есть такие услуги и при, там, больницах, все, но это может быть не совсем правильно, да, организовано все. И когда человек придет в храм, то, конечно, ему посоветуют и почитать, прежде всего, псалтырь об усопшем, да, есть Акафис за единоумершего, который вот читается до сорокового дня, вот, это приносит, конечно, успокоение и душе усопшего, и самому человеку, который скорбит о потере близкого, вот, он чувствует, что он какое-то принимает участие вот в судьбе той души, которая отошла из временной жизни в жизнь вечную. Ну и, конечно, такие, такой момент, как раздача милостыни, да, сорокового дня особенно, вот, в эти моменты. И, конечно, самоупоминовение в церкви, вот такие вот четыре основных, вот, я советую всегда, когда ко мне приходят, чтобы не быть бездейственным, а действовать, потому что человек не перестает существовать по учению церкви, да, а переходит из одного состояния душа его в жизни, из этого, лишаясь этого временного тела в жизнь, другую, невидимого, да, мира. Но реально он существует, и, конечно, эта молитва, она благотворна, безусловно, вот. И мы с вами знаем даже, ну, конечно, это пример может не совсем сравнительно, да, с нами, но мы видим, что, вот, как преподобный Антоний молился, из-за описания его жития святых, да, даже за жрецов языческих, да, и то они получали некоторые облегчения там, находясь, конечно, не в светлом месте, да, но вот это было открыто преподобному Антонию. А уж если человек, конечно, как-то старался жить по-божьему, ну, где-то не успел покаяться, то вот молитва церкви, она, конечно, благотворна, вот. Если он в основных своих всех грехах покаялся, то церковь, она бы не установила бы такой момент поминовения, если бы он был не нужен. Поэтому, конечно, это и проявление той любви, да, о которой Господь говорит, что заповедь новая даю вам, это же ведь, когда мы помним человека, то мы проявляем любовь к ним. Поэтому в поминовении усопших тоже вот присутствует исполнение заповедей о любви к ближнему. Отец Дмитрий, в древнюю эпоху люди жили по следующему принципу. Люби ближнего своего и ненавидь врагов своих. В наше перенасыщенное информационное время люди чувствуют какое-то раздражение друг к другу, озлобленность, непонятно откуда берутся злость, раздражительность. И, в принципе, по большому счету живут по такой же заповеди. Они любят своих домашних, близких, а те люди, которые как-то их раздражают, они относятся к ним с неприязью. Господь своей земной жизнью завещал нам и говорил часто об этом, что нужно любить своих врагов, молиться о них. И даже распинаемые римскими воинами на кресте, он говорил следующие слова, обращаясь к отцу. «Отче, прости им, ибо они ведут, что они делают». Отец Дмитрий, как научиться молиться за врагов и где взять на это силы? – Ну, как правильно молиться за врагов, вы уже отец Михаил сами сказали, да? – Вспомните? – Да, Господь нам со креста, вот когда умирал, сказал такие слова, «Отче, отпусти им, ибо они ведут, что творят». Подобные слова повторяли наши новомученики, многие российские, в прошлом веке, когда их вели на расстрел, батюшек особенно, они действительно качали головой, не ведут, что творят, не ведут, что творят. Потому что как этого достичь, молитв за врагов? Но это другой вопрос. Без благодати Божьей, мы с вами все прекрасно знаем, то есть без помощи свыше исполнить эту заповедь о любви к врагам невозможно. Поэтому и человек, который живет в миру, он как бы посмеивается, да? Вот над нами, когда мы говорим, может быть, да? Передавай слова не свои, а слова нашего Господа, вот, Спасителя, и что вот ударивши он тебя в одну, щеку поставь ему другую, и такие заповеди, как «Возлюби врага твоего», да? Вот, и молиться за врагов. И поэтому они удивляются, как можно вообще это сделать. И действительно, для них, для человека ветхого, скажем так, живущего без Христа, это невозможно. Потому что они живут по образцу старому, вот, где вы правильно сказали, око за око, зуб за зуб, да? Глаз за глаз, ты мне, я тебе, вот, ты мне сделал плохо, я тебе сделал плохо, да? Ты мне сделал еще хуже, я тебе еще сделал хуже, чтобы ты научился делать, вот. А нас Христос этому не учил, да? Он нас учит совершенно по-другому поступать и достигать, скажем, той цели, к которой мы стремимся, совершенно с другой стороны и гораздо быстрее. То есть, научиться полюбить врага. А как полюбить врага, скажем? Конечно, да, скажем так, с точки зрения вот нашего обыденного человека это невозможно. Он тебе сделал гадость, а ты должен... А его, как полюбить? А вот понять, что за этим злом, который он сделал, стоит именно дух злобы, которым, скажем, помрачен в этот момент этот человек, который совершает грабеж, там, убийство, вот, или другой какой-нибудь неправильный поступок, или оклеветал, там, тебя, допустим, или наговорил что-то на тебе, или оскорбил, тогда мы привели такие, может быть, максимальные примеры, там, ну, он ускорбил человека, допустим, да, и мы готовы, так сказать, в ответ ему такое же оскорбление послать. Вот. Или, как отец Николай Гориан создал в зале Царства Небесного, взять дубину и дать ему, значит, да, оклевет. Ну, вот это вот ветхий человек. А по-новому мы должны вот понять, что это действует в нем страсть, вот, за которой стоит, скажем так, ну, как одержимость, да, обеснование некое такое, вот. И помолиться за этого человека, вот, и даже еще поблагодарить Бога, да, сказать, слава тебе, Господи, что вот оскорбил меня, вот, значит, вот мне урок такой, да, я могу за этого человека помолиться, вот. То есть это совершенно другое, вот, отношение к оскорбившему или сделавшему тебе какую-то, вот, нехорошую, там, вещь человека. И таким образом, если мы, как бы, покажем, что мы не отвечаем ему тем же на то же, а наоборот даже где-то, ну, как вот, скажем так, как Господь говорит, если хотите быть мудрым, будьте безумны в эти, то есть даже, может быть, и сделать добро ему, да, вот, на следующий день или тоже через пять минут, там, да, как бы ни в чем не бывало подойти, там, сказать, брата, а там, знаешь, мне помочь, там, ну, что-то, он удивится, потому что, скажешь, вот, он наделал такую гадость, да, он может еще раз тебя скорбить, а ни в чем не балл, да, ну, прости, там, да, ну, там, что-то, как-то вот так вот, да, и вот это действительно безумие некое, да, но когда человек вот с любовью это делает, искренне с любовью, то, конечно, он быстрее достигает своего результата, то есть он обращает этого человека к добру, своим собственным примером, видя, что он не желает ему никакого зла взамен того, что тот ему посылает плохое какое-то, да, что-то делает, а ты в ответ не отвечаешь ему этим плохим, но, наоборот, даже делаешь ему благо, да, вот, помогаешь, допустим, вот он тебе что-то там сделал плохое, а вот попал тот человек в такой ситуации, а ты ему там помог, допустим, денежно там или что-то, вот его это обезоруживает, да, потому что он думал, ну, как же так, я человеку гадость створял, он мне добро сделал, да, вот, кстати, вот от этого такая нехорошая пословица мирская, не хочешь добра, не хочешь зла, не делай добро, да, вот, но это неправильная пословица, мы понимаем, да, есть пословица хорошая, вот, причем кого осудишь, том сам побудешь, да, это действительно не суди, да не судим будешь, а есть плохие пословица, да, вот, не хочешь зла, не делай добро, но мы-то христиане понимаем, что мы призваны делать добро, мы не имеем права делать зла, нам такого права Господь не дал, да, И наоборот, делай добро, так сказать, и не унывай, ибо в свое время пожнешь, если не ослабеешь. Что пожнешь? Пожнешь то, что человек может измениться, он изменится, придет тебе с покаянием, сам примириться с тобой. Потому что ведь святоотическое наследие нам так говорит, что если Богу угоден путь человека, то он и врагов его с ним примиряет. То есть враги, которые были мне, допустим, да, если Богу угоден мой путь, то тем, которым я иду по жизни, стараюсь жить по западу, то он даже и врагов обращает потом, так сказать, с миром ко мне. Вот такие вот вещи, только с благодатью Божией, конечно. А где благодать Божия? Молитва, таинство церкви и чтение священного писания, доброделание христианское. И вот через это черпается благодать Божия, которая дает силы человеку совершить этот поступок, не злобие. Вот, наверное, так. Те, Дмитрий, спасибо вам большое. Спасибо, Господи, отец Михаил, да, за вопросы. Боже, всем вам благословение. Благодать Божья пребывает со всеми вами. Аминь. Спасибо, отец Дмитрий. С нами был настоятель Троицкого храма поселка Измаилов, протерей Дмитрий Шпаньков. Далее рубрика нашей передачи «История одного храма». Большинство храма Видновского благочиния имеют давнюю историю. Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в поселке Петровское можно назвать юным. Его история началась в 1997 году, когда по просьбе верующих жителей военного городка и с разрешением командования в клубе офицеров была открыта молельная комната. Затем на месте, где располагалась старая почта, была воздвигнута деревянная церковь, ставшая воинским храмом единственным наше благочиние. Небольшая деревянная церковь во имя святого благоверного великого князя Александра Невского расположена в центре военного городка, который возник в наших краях в далеких 50-х годах 20-го столетия на месте деревни Петровское. Здесь никогда не было храма, который был так необходим не только верующим, но и тем, кто только ищет дорогу к нему. В большей степени это происходит через какие-то скорби. И уже когда человеку больше некуда идти, он, конечно, приходит в храм. А в храме Господь через священный житель утоляет эти боли, укрепляет и дает жизненные силы для того, чтобы жить дальше. История появления необычного для воинской части сооружения такова. В период брожений в стране в 90-е годы, когда и престиж армии был подорван, когда процветала так называемая дедовщина, Министерство обороны совместно с Федеральным собранием создает новый законопроект о полковых священниках, чтобы поднять дух солдат, воспитать в них нравственность и патриотизм. Пока шли дискуссии на эту тему, в 98-м году по просьбе верующих военнослужащих и жителей городка с благословения Видновского благочинного и разрешения командира дивизии в офицерском клубе было выделено помещение для домовой церкви, которое со временем перестало вмещать всех желающих. Достаточно много прихожан было, плюс, я не знаю по какой причине, но к нам сюда и приезжали. И с Видново, и отовсюду. Многие наши пенсионеры, они получали квартиры в городах, но связь с нашим местом они не теряли. Для постройки храма командование воинской части определяет место старой списанной почты. Первая литургия была отслужена 7 января 2003 года. К сожалению, в 2004 году был пожар, осенью, где-то в октябре, горела колокольная храма, стоящий рядом дом Причта, тоже списанная солдатская чинная. И когда я сюда пришел в 2005 году, осенью, уже началась перестройка, отделка внутренняя, внешняя. Помогали кто, прихожане помогали, кто чем мог. Воинская часть наша не оставалась в стороне, поэтому мы тоже оказывали содействие, потому что понимали, что это дело нужное. Достаточно много православных людей приходит служить в подразделении нашей части соединения. И, естественно, конечно, создание храма здесь, вот этого прекрасного храма, это способствовало тому, что духовная жизнь, она обогащалась. И солдаты имели возможность прийти сюда и на какое-то время, скажем так, приблизиться к дому, к своим истокам. Дмитрий Довбыш – восьмой по счету пастырь этого храма. Служит в нем с 2005 года. Он закончил военно-инженерную космическую академию по специальности испытатель летательных аппаратов. Служил на Северном космодроме. В 1997 году офицер решает изменить свою судьбу. Довбыш выбирает путь служения Богу. После окончания православного института несет послушание, и после рукоположения его назначают настоятелем воинского храма в Петровском, который обустроен, как и положено, по церковному уставу. Впечатляет деревянный иконостас работы суздальских мастеров. Он делался порядка года. Если стоять лицом к иконостасу, справа икона Спасителя, а слева – Божьей Матери. В зависимости от того, в честь кого посвящен храм, кому посвящен храм, в честь какой икон он построен или какого праздника. Дальше после врат дьяконских с правой стороны идет икона храма Александра Невского в данном случае. Божья Матери Смоленская выбрана потому, что наш храм воинский, и мы старались всех, кто за русское воинство молится, и иконы особо очтимые в нашем храме, чтобы они были. И в данном случае Смоленская икона Божья Матери, как раз она подошла к нашему иконостасу. В храме Александра Невского есть уникальная икона – собор святых покровителей воинства российского. Я прочитал на сайте поведа.ру, взаимодействие церкви с армией, статью про кокарду, которую носит воины на своих главных уборах. В ней 32 луча. И автор статьи утверждает мистический смысл этого числа. 32 святых в царстве Невестном молят за российское воинство. И был проведен список святых. Только их больше, потому что есть новопрофессиональный админал Ушаков, император Николай, церковь Алексей. И возникла идея написать икону собор святых покровителей воинства российского. В центре иконы пребывает Божья Матерь Порт-Артурская. Образ со спасами мюкотронных в руках вокруг. На заднем плане храм, как образ соборной северной России. Вокруг святые. Мы получили официальное благословение на писание и рожжение митрополита Винали, правящего архиере Московской епархии. С этого момента мы издаем ее в Софрино, на заводе Софрино. И раздаем воинам. И уже, наверное, за это время, почти 7 лет, она уже около 10 тысяч, наверное, мы экземпляров раздали русским воинам. Чтобы они хоть как-то приобщались к этой теме духовной и помнили, что о них хоть кто-то думает. Еще одна чудесная икона храма. Это икона покровителей военных моряков. На ней изображены святой Андрей Первозванный, святитель Николай Чудотворец, адмирал Ушаков, живший в 18 веке и много сделавший для России. Она родилась в результате поездок моих на Северный флот. У нас был корабль, 16 лет под шерстой на Северном флоте, сменец Гремящий. С 2007 года по 2013 я совершил один из поездок миссионерских. На этом корабле служили президники нашего района. За это время мы познакомились с многими офицерами. И, честным образом, в нашем храме появилась сначала частичка мощи Николай Чудотворца, потом адмирал Ушакова и апостола Андрея Первозванного. Для того, чтобы не возить три иконы, была написана одна икона. К сожалению, в 2013 году наш подшерстный грабль был списан. В виде состава военно-морского флота на нем был спущен государственный флаг Андреевский, который является специальным флагом военно-морского флота. Моряки в память о наших отношениях, о наших поездках передали спущенный с корабля флаг нам на хранение. И он у нас хранится, как некая реликвия, святыня. Когда приезжают гости, я им показываю. Моряки очень рады, что же нашим отношениям были. И вот такой флаг гвардейский Андреевский пребывал на флагштоке гвардейского из Канево-Гремяча и теперь у нас хранится. Память о наших отношениях. Надеемся, что корабль будет построен новый, он уже заложен наверху, в Санкт-Петербурге. Когда построят, тогда мы, надеюсь, свои шерстские связи возобновим. Священник Дмитрий Довбаш с иконой покровителей военных моряков побывал не только на Гремящем, но и на других флотах, где базируются корабли военно-морского флота Российской Федерации. К иконе смогли приложиться тысячи военнослужащих. И солдаты воинской части Петровская, приходя в храм на богослужение, чтут эту икону, молятся, думают о сокровенном. Очень здорово, что вот здесь, вот именно в Петровском, где я служу, есть такая возможность посещать храм. То есть помолиться, поставить за здравие, свечку за родителей. Что как бы вера и служба, это как бы такое одно целое. То есть без веры нет службы, я считаю, что. На душе легче становится. То есть все равно что-то тянет в церковь. Даже там в армии бывают, ну, ситуации, когда там, допустим, тяжело. Вот. И наши командиры тоже, они верующие, тоже ходят в церковь. То есть, ну, и с ними есть о чем поговорить, допустим, о вере. Особенность храма в Петровском состоит в том, что он воинский. Настоятель несет послушание и помощника Видновского благочинного по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Священник Дмитрий Довбыш – духовник не только военнослужащих, но и членов их семей. И это счастье великое, что есть рядом храмы, что есть у нас возможность ходить. И пусть мы иногда заняты, не можем на полную службу прийти, но можем привезти деток, причастить, приобщить на помазание и получить благодать Божию. Милостив и щедрот, имя человека, любви, неродного сына Твоего, с ним же благословен и си, со пресвятым благим, уже трещен Твоим Духом ныне, пресна и вовеки веков. Не сразу, конечно, меняется поведение, но сначала изменения происходят в голове, становишься более терпимым, добрее к окружающим, видишь больше своих недостатков. И в этом и есть очищение души. Закончилась вечерняя служба. На военный городок опустились густые сумерки, но свет из окон храма, кажется, греет всю округу. Наша передача подошла к концу. Дорогие братья и сестры, все вопросы и предложения вы можете прислать к нам на электронный адрес, который вы сейчас видите на экране. Помощь вам Божия! Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok